Всем привет, друзья! Вы на канале Шедро Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий Яписайко на нашем канале, игру которую частенько спрашивали, но как-то все было не до нее, а вот теперь в июле, когда нифига новенького и не предвидится в ближайшее время, то самое время поиграть в этот проект, тем более графа Луконора мы с вами проходили уже на канале, это игра от этой же студии ранее. И вот теперь я Писайко, версия 2.0.56, которая включает в себе эксклюзивное новое издание с какими-то новшествами, не знаю что за новшествами, я еще старшества не видел, поэтому для меня все будет в новинку. Ну поехали! Сейчас узнаем, что это за мужик, которому разбили морду в галстуке. И за что самое интересное это сделали. Это место очень людное, я бы сказал, очень громкое. И мой галстук слишком узкий, я никогда не носил галстуки. Ё-моё, они были правы, мегаполис сожрет меня живье. И это письмо, предложение работы, что если все это было шуткой-розыгрышем. Но, а вдруг это правда? Если письмо настоящее... Это будет моей первой работой. Офигеть, что здесь со звуком-то? Музыка еле играла, а тут прям вынесло. Ну что, наш главный герой, не смотрите на его внешний вид, он очень серьезный парень, получил первую работу. Что же, наконец-то прибыл, я надеюсь, что я не ошибся местом. Его зовут Брайан. Он получил письмо на получение какой-то, видимо, элитной вакансии. И он не может поверить, что действительно это письмо у него в руках. Теперь вообще еле слышно все. Странно, ну ладно, заставки здесь громкие. Будем готовы. Думаю, мне стоит осмотреться. Это что за код? А, это управление. Я немножко взволнован, может, стоит с кем-то поговорить? Кнопочкой И. Да ты не один взволнован, потому что он там у женщины нога дергается. Она ест мороженое и совсем не контролирует свою левую ногу. Или правую. Ну, сейчас узнаем, давайте подойдем, поспрашаем. Извините. Привет, извините. Да, извините, надо было поздороваться, а потом извините. Управление функциональными задачами указанного филиала. Прямо пропорционально продукту. У нее не только нога дергается, еще и язык, видимо. А, это не мороженое, это она читает. Полученному от ее договорных отношений, чистой прибыли. Это, короче, кандидатка. Ну, не кандидат, конкурент. Я думаю, ее нужно устранить. Брайан. Ладно, давайте сначала осмотримся, что-то вообще происходит. Посмотрим, что на столах валяется. Так, я что-то ни в хрена не понял со звуком. Там орала, тут я вообще ничего не слышу. Это буклет, в нем написано, находитесь ли вы на вершине своего класса. Начните работать в лучшей компании мира с одной из наших роскошных международных стипендий. Так, пойду, посмотрю в настройки, что там с музыкой у нас. Где она вообще? Так, уже лучше. Да, там что-то заклинило у нас в менюхе. Защемило ползунок с музыкой, я его расщемил. Все в порядке, Брайан. Можешь дальше осматривать помещение. Посмотри, что в мусорке. Здесь ничего нет интересного. Брайан, ты недооцениваешь мусорки. Там, возможно, кто-то выбросил свой отчет, благодаря которому ты сможешь занять эту вакантную должность. Лобби, столовая, посвящение, IT-безопасность, улей, офисы, архивы, библиотека, сад, зал. Заседаний. 10 менеджмент, крыша. Это распределение этажей. Так, подождите, я еще одну бумажку посмотрю. Это памфлет, в нем написано «Безопасность, стабильность, честный заработок». И в первую очередь, ваше благополучие – это наш приоритет. Синтракорп обеспечивает гражданство класса А. Для всех наших работников мы полвека пробыли на самом верху. Работает для вас. Класс А мечта для таких, как ты. Какие-то зазывающие буклеты, похожие на разводиловую обычную. Фу, Брайан, да что, залез в мусорку? Да я пошутил с первой. Я не вижу здесь ничего интересного. Конечно, ничего интересного. Это все интересно, уже забрался. Тараканы, где я уже заползли в портфель. Я думал, ты не полезешь в мусорку. Ладно, подожди, тут еще какая-то бумажка лежит. Это памфлет, в нем написан. Каждый год Синтракорп обеспечивает помощь миллионам людей в слаборазвитых секторах с помощью социальной работы. Помните, рост невозможен без устойчивости. А че это все брошено здесь? Так, это че такое у нас? Это че ты куришь что-то? Я не понял. А где охрана? Вышваньте его. Это тоже мой, наверное, конкурент. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан, мистер Чепмен. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чепмен. Знаешь, большие компании и их формальности. О, извините, тогда зови меня, Пастернак. Это кликуха, что ли, у тебя, Брайан? Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Нормально немного нервничать. Да, я здесь из-за письма. Итак. Извини, что беспокоен, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. А во что ты одет? Как во что? В костюм. В одежду. В костюм. Нет, я имел ввиду, кто его дизайнер? Кто его для тебя сшил? Как кто? Мама, наверное. О, тогда понятное понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где я его купил? По-моему, мне мать почти угадал. Мать купила его в супермаркете. Супермаркет? Извини, но какой у тебя класс? Ну, класс выпускной, наверное, уже. Класс G. А твой? О, боже. Отвали от меня, червяк. Чего? Как ты смеешь разговаривать со мной? Отрепье класса G. Ну как, как, как? Пошел вон в вали? Извините за... Заткнись. Что принесло такое дерьмо наподобие тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься? Знаешь или нет? Это головной офис «Антракорп». Мифическое. Нет, легендарное здание, из которого происходит самая великая компания в мире. О, да. И не закончил. Эта компания нанимает самых умных и квалифицированных людей мирового уровня. Они отклоняют пачками заявки из самых престижных университетов из-за того, что они не соответствуются. Искатели с требуемым опытом борются за... О, нет. Успокойся, Чепмен. Я не буду с тобой разговаривать, проваливать отсюда. Какой хам, слышишь? Класс G для него не А. Интересно, какого ты класса? Ну не А точно. Ладно. Пошли посмотрим, там кого-то убили, я вижу. Не открывается. Или скоро убьют. Да, Чепмен? Ладно, пошли. Похоже, что кнопка вызова лифта не работает. Наверху лифта камера. Я думаю, за нами кто-то наблюдает. Похоже, что кнопка вызова не работает. Так и что мне делать, если она не работает? Так, дергающаяся нога встала. Ну что, утихомирили вашу ногу? Таст, меня зовут Брайан. Ого, так повседневно. Моя фамилия Хиггс. Но ты можешь звать меня просто Кейт. А, точно, прости. Я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. Нет-нет-нет, зови меня Кейт. Это более естественно. Ты из пригорода? Да, я из класса G. Надеюсь, ты не против разговоров со мной. Ха, полагаю, ты тоже повстречался с тем блондином. В центре города работает много высокомерных людей. О, тогда это значит, что ты не в столице. Я родилась, наверное, в классе Е. Но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг. Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и прошла 6 вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверена, что ты знаешь, как здесь тяжело получить работу. Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе дезагрегированной аналитики. А какова твоя профессия? Профессия? Дай угадаю, управление излишками. Возможно, комбинированные программы. Ну, погоди, система сетевого протокола, управление вертикальными базами, расчет структурных данных. Нет, я только закончил основную учебу. О. Фух. Что я тут делаю? Получить работу в этой компании невозможно для класса G. Наверное, письмо это просто чья-то неудачная шутка. Письмо? Можешь посмотреть. Брайан Пастернак, вы были избраны на должность в штате Синтракорп. Эта работа повышает ваш статус до категории класса А на постоянной основе. Она была доставлена мне неделю назад. Я думал, ну я не знаю. Но попав сюда, я понял, что это была ошибка. Я идиот. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебе прислали прямое назначение на работу в Синтракорп. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Сбодрись, парень. Но у меня нет должного образования. Или это важная компания. Конечно, они подробно изучают каждого студента по стране. Может, они разглядели в тебе большой потенциал? Так, это за нами, по-моему. Мистер Чепмен, пройдите в лифт. Нет, не за нами. Ха, они всегда сначала вызывают более важных людей. Понимаете? Конечно, нет. Я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны. Надеюсь, я с ним не буду работать вместе. Видите индикатор над лифтом, указывающий на этажи? Чем выше вы подниметесь, тем больше вас ценят. Девятый этаж, руководящий должности. Вот моя судьба. Прощайте навсегда, попрошайки. Чувствую, мы с ним точно еще встретимся. Вот я предчувствую прям, как я вырву его золотые локоны. Он остановился на втором этаже. Недалеко уехал. Похоже, что не так уж он и важен. Да уж. Так, это точно за нами. Или за Кейт. Миссис Хиггс, пройдите в лифт. Ладно. Ой, я словно комок нервов. Я словно комок нервов. Удачи, Кейт. Спасибо, Брайан. Интересно, до какого она этажа доедет. Я надеюсь, что мы снова встретимся. Я смогу пригласить тебя выпить кофе. О, я тоже. Ого. Подняться на четвертый этаж, похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Похоже, что мне надо подождать, пока они вызовут меня. Конечно, если то письмо на самом деле не было шуткой. Может, домой пойдем? Перед уходом я должен узнать, что это за письмо. Не получилось. Ладно, пока ты не очень высокого класса, можешь еще покопаться в мусорке. Я не вижу здесь ничего интересного. Ты так думаешь просто. Подожди, там есть какие-то печеньки. Подожди, подожди, я их вижу. А это что за мусор тут у нас? Видимо, кому-то стало плохо. В ожидании. Так, это что такое? В печеньку не взять. Ну что, меня можно приглашать. Я уже готов. Хотя, возможно, стоит показать это письмо в камеру. Я могу открыть свой кейс с помощью кнопочки. И... Ух ты. А это что у нас тут такое? Так, а это что такое? Сердца какие-то. Это наша наличка. Кредитная, наверное, карта. Накопленные деньги. Кредиты можно потратить на товары и еду. Хорошо. Предложение работы Синтракорп. Они предлагают повышение социального статуса. Окей. Здравствуйте, господин охранник. Или госпожа, кто бы там ни был. Послушайте, я получил-то письмо, на нем мое имя. И в нем написано, что я получил работу. Это какой-то розыгрыш или что там? Эй. Эй. Что за идиот? Похоже, что я проделал весь этот путь просто так. Когда путь был тяжелый на метро, от этих все звуки, крики. Ладно, пойдем. Хотя бы мусорки покопались. День прошел не зря. Пошли-шли. Что ж, похоже, что у меня не появилась работа в столице. И мне предстоит долгое путешествие домой. Целых 25 минут в метро. Ужас. О! Что? Они меня приглашают. Они приглашают меня на работу. Подождите. Я даже побегу. Я даже нашел кнопку бега. Как я хочу получить эту должность, вы не представляете. Ну что, хоть бы до... Вниз не уехать на минус первый. Ну что? Ух ты! Мы на третьем. Четвертый. Пятый. Шестой этаж. Мы обогнали всех. Седьмой этаж. Восьмой. Что-то до нас упало у нас. По-моему, мы в ад попали. Или лип сорвался. Точно не знаю, что именно происходит. Но мы на десятом этаже. Точно, мы к Богу приехали, что ли? Верхний этаж. Должна быть, это ошибка, так? Не знаю, выходи, посмотрим. Может, поедем домой, пока не поздно? Ладно, пошли. Ну-ну. А, вот что-то на десятом. Надо этот, полы протереть. А я думаю, куда меня взяли? Уборщиком взяли. Так, а вот тут зарезали. Или кто-то просто бутерброд неаккуратно ел с кетчупом? Кто-то взялся рукой за креслице? А что такое вообще? Современное искусство. Дорогие вазы, но покрытые. Я имел в виду красной краской. Здесь везде краска. Это точно краска? По-ходу, краска. Ладно. А что это такое тут у нас? Из бумаги что-то? Пирамиды различных размеров. Вероятно, в них есть какой-то смысл. Это что валяется? И стационное управление, но оно не работает. Для него мне понадобятся две батареечки. Я что-то за золотое дерево не знаю. Что-то вообще происходит. Почему здесь никого нет? Что это за звуки? Они выглядят как обычные сферы. Я ничего не понимаю в современном искусстве. Ё-моё. Что-то написано для меня, что ли? Убей ведьму? Какую нафиг ведьму? Выглядит как контракт. Я, Брайан Пастернак, заявляю, что я принимаю работу, предложенную в Синтракорп. Описано в приложении, вернее, моя зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день, плюс премии за достижение обслуживания, а также повышение до класса А. 10 тысяч кредитов в день? Что целое состояние же? Стоп, стоп, стоп. Это может быть уловкой, когда прочитать приложение. В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, применяя его в настоящее время, соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации Синтракорп. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или потребований ассоциаций, профсоюзов. Принятие этого контракта лечит за собой полный или частичный отказ от привилегий и индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса, о чем гласит резолюция 1138. Да. Я ничего из этого не понял, но стоит ли мне подписать контракт? У меня есть выбор? Нет, конечно. У меня плохое чувство насчет этого. Лучше не подписывать его. С другой стороны, получить первую работу в такой важной компании с такой зарплатой? Фух. Блин, если бы я пришел устраиваться на работу и увидел, что здесь кого-то в пароле написали «Убей ведьму», какой нафиг контракт? Пошли лучше домой. Что это такое вообще? «Убей ведьму»? Это какой-то вид эксцентричности и в большом городе, так? Синтракорп очень важная компания, поэтому... Кто я такой, чтобы оценить значимость этого кровавого искусства? Возможно, это кровь коровы и стоит миллионы. Да, коровы. Какого-то предыдущего соискателя. Предыдущего соискателя. Успокойся, Брайн. Хочет повторять одно и то же. Ну ладно, давайте подписывать. А что, у меня есть выбор? Я могу отсюда уйти, разве? Думаю, что нет. В принципе, могу уйти. А это куда? Здесь дверь, она закрыта. Ну ладно, давайте попробуем уйти. Я, наверное, буду первый, кто это сделал в игре. Знаете, это снова я. Послушайте, я подумал и решил, что меня не интересует вакансия. Я не знаю, если я могу пойти. Чего? Да. Я не хочу подписывать контракт. Какой-то он стрёмный. Пошли домой. Чё это такое? А это чё такое? А это чё такое? Всё, я на нулевом этаже. Я ж могу отсюда уйти, Брайн. Я хочу отсюда уйти. Стоит ли мне идти, не получив работу? Да. Почему бы и нет? Я думаю, что эта работа не для меня. Всё, конец игры? Я поступил оригинально. А ну-ка. Юпипсайку. Да? Всё, мы прошли игру. Прикольно. Прикольно. По крайней мере, наш главный герой никем не стал и не увидел ни ведьму, ничего. Ладно, давайте вернёмся ещё раз снова к выбору. И сделаем, я думаю, выбор уже в другую сторону. Может, надо игру всё-таки, блин, посмотреть-то в конце-то концов. Но этот вариант тоже рабочий. Кстати, лучше что-то открылось. И что здесь нам написали? Контракт расторжен. И, по крайней мере, мы остались с вами не избитыми, как, собственно, главный герой. И никого не зарезали, по крайней мере. Отлично вам. Отказаться всегда можно. Поэтому, соискатели, те, которые смотрят этот ролик, если вы приходите встраиваться на работу, вы всегда можете отказаться, не подписывайте странные контракты. Всегда есть миллион других работ, которые могут принести вам и деньги, и продвижение. Читайте контракты и не подписывайте ничего, что вызывает у вас подозрения. Или консультируйтесь с вашими адвокатами, юристами, или просто с родственниками. Или читайте отзывы в интернете. Не подписывайте слепо то, что там вам пишут много денег и класс А повышение. Это мораль первого моего прохождения. Я пипсайко. А теперь пойдём подпишем контракт, потому что мне интересно посмотреть, что же там всё-таки за контракт и что за ведьму мне надо убить. Ладно, поехали. Продолжить. Так, я оказываюсь вверху. То есть я ещё могу вернуться. И давайте теперь тогда подпишем контракт. Ну такой вариант интересен, конечно же, был. Кстати, все остальные этажи для меня заблокированы. Кроме нулевого и десятого. Ну что, пошли тогда. Игра сохранилась как раз перед концовочкой. Ну что, подписывай. Правда, это всё неправильно. По поводу таких вот контрактов я уже только что высказался. Ну давайте. Я прошёл этот путь, я не могу отступить. Все подумают, что я просто трус. Я подпишу его. Ну ты балбес. Балбес ты, Брайн Пастернак. С кем ты подписал? Ты в графа Луконора играл? Там тоже. Всё сложно. О, что произошло-то? Что ж, я подписал его? Что теперь? Теперь иди убивай ведьму, наверное, что я не знаю. Так, там лифт открылся, да? Ну да, теперь тебе надо идти на этаж пониже, мне кажется. На какой? Все, кроме шестого. Ну давай, на первый. А я что-то на второй попал. Не, давай начнём с первого. Подожди, если я на нулевой вернусь, то что будет? Ничего не будет. Что, я могу уйти домой? Я не могу уйти так быстро. Я только что пришёл сюда. Ну всё, парень. До этого ты мог выйти. И ты был свободен, как птица. А что теперь ты будешь делать? Я даже не знаю. Ну давай продвинемся на первый этаж. Ни инструктажа, ни каких обязанностей мне не озвучили, что мне надо делать. Ну я сейчас с первого этажа, я думаю, с самого дна. Это у нас что, тут кухня, что ли? А, это тут обедать можно. Есть. Пусто. По традиции залез в мусорку. Менюшечки. Микроволновка. Пицца. И получаем пиццу. Это как готовить. Ну ладно, будем потом готовить. Водичка. Мы получили чашку с водой. Мы получили две чашки с водой. Мы получили три чашки с водой. Бочка с водой пуста. Счезокомпания, даже воды нет. О! Это восстановление здоровья, я так понимаю, да? Восстанавливает небольшое количество здоровья. Может использовать другую еду для приготовления обеда. Нет, все, конечно, хорошо. А что у меня должно на работе восстанавливаться здоровье? Я что, тут буду? Мишенью какой-то? Так, изготовитель сэндвичей. У меня нет нужного. Это кофе. Да, у меня нет ингредиентов нужных. У меня вообще ничего нет. А вот кто-то забыл подносик. Это не подносик. В соответствии с корпоративным журналом, Синтракорп вы не служащий, вы лидер. Ладно. Какие-то свиньи ели. Это торговый автомат с шоколадными батончиками. Шоколадный батончик стоит 150 кредитов. У меня нет столько денег. 150 кредитов. Подожди, ты же 10 тысяч в день зарабатываешь. А, нормально. С такой зарплатой нормально. Это торговый автомат с содовой. 150 кредитов. Ладно, а это с чем? Это торговый автомат с кофе. 200 кредитов. Нет, ну зарплату надо дождаться, конечно. Что тут, что у нас за помойка? А, это типа алтарь какой-то. Это алтарь требует 5 кредитов для пожертвования. Но он сломан. Но думаю, что его можно легко починить. Да. Там кто-то что-то ест. Пойдем. Вы получили 30 кредитов. Я знал, что мусорки это золотая жила в нашем случае. Мы, правда, еще ничего не заработали. Но в нашем случае мы уже что-то заработали. Подожди, это что-то зелененькое. Это пустая коробка из-под хлопьев. Взять ее, да? Вы получили пустую коробку из-под хлопьев. Почему бы и нет? Здравствуйте. Я ваш официант. Можно вашу тарелку? Не доедайте, пожалуйста, еду. У меня еще не было первой зарплаты. Похоже, что он что-то ест. Но тарелка пуста. Эти хлопья дают суперспособности, сотрудник. Какой-то полумертвый. Да? Ну я хотя бы коробку понюхаю тогда. Хоть какие-то способности обрету. Так, ладно, побежали. Какая-то одинокая пальма. Не знаю, что это за пальма. Подожди, а сколько же у меня кредитов-то в сумме? Получилось. Тридцать. Понятно. Наша первая зарплата. То есть, я так понял, все-таки я уборщик. Я буду ходить по мусоркам и десять тысяч набью, убирая помещение. Ладно, с кухней ясно. Здесь мы будем восстанавливать здоровье. Первый этаж ясно, понятно. Давайте на второй тогда. Надеюсь, мы работать-то будем. Кроме уставшего сотрудника, который там что-то... Ого, сколько вас тут. А что вы мечищество? Ну давайте я тоже типа работаю. Слушай, зря зарплату получаю, что ли. А что так многие делают на работу? Я не буду ходить в темноте без света. Я не хотел бы здесь ходить даже со светом. Да ладно, делай вид, что ты работаешь. Я же говорю, так многие работают на работе. Вот так вот ходят-ходят. А потом, оп, уже домой пора. А там отпуски, пенсия. И все. Поэтому работай. Что тебе, сложно что ли вот так вот ходить? Учись у коллег. Хорошо находили. Мусорку можешь проверить, можешь чушь-то найдешь. Вы получили один картридж с чернилами. Ну прелесть просто. Ладно, пошли на второй этаж. Тут какой-то свет нужен. Ребята в темноте блуждают. На втором этаже пошли, давайте посмотрим. А у меня, я так понимаю, есть доступ к этому... Ко всем этажам, да? А тут, походу, зомби-апокалипсис прошел. Что это за папка? Ну камеры следят, как ты работаешь. Пусто. Зато там можно спрятаться. Судя по тому, какой тут порядок, тебя до конца смены в этом шкафчике и не найдут-то, собственно. Тут очень темно, они пойдут, а без света. Те что свет-то возьмешь, что? Один, два. Или это мне кажется, здесь ничего нет. Да, меня явно на должность уборщика взяли. Тут, наверное, все протереть надо, все протереть, все. Это что? О, это что? Около тысячи камер следят за твоей безопасностью, улыбнись. Комната безопасности, понятно, это этаж безопасности. Э, это что, булка? Нет. Ладно. С третьим этажем тоже все ясно. Что там у нас вообще по... Ну, да. Хив, это ж фамилия, да, ее? Вот это Кейт там, да, сидит? Офисы на пятом. Скорее всего, мне на пятый надо. А шестой этаж вообще закрыт. Ладно, пошли. Это я на каком сейчас? На третьем? Ну, давай четвертый посмотрим. Хив там сидит, по-моему. А как тут игра сохраняется вообще? Я ее, конечно, уже прошел. Девушка, которую я встретил в лобике, должна работать на этом этаже. Но тут так темно, я не смогу найти ее без света. Что ж с тобой не так-то, приятель? Я даже не буду шутить насчет похода туда, ничего не вижу. Контракт, что ли, перечитал? Не знаю. Как уж мне свет-то включить-то? Ну, пошли пятые в офис, и, наверное, там раздают свет. О-оу. По-моему, его вырубили вообще везде, да? Это что? Выглядит, как пустая сторона. Я думал, туалетная бумага. Погоди, на ней водяной знак. О-оу. Положу ее в свой кейс. Вы получили таинственный лист бумаги. Это еще кто? Мистер Хьюго. Привет, ты тут новичок. Наконец-то, живые люди, блин. Да, привет, я бра. Пастернак, меня зовут Пастернак. Рад встрече. Бра Пастернак. Нет-нет, просто шучу, дружище. Я Хьюго, твой новый коллега. Я покажу тебе здесь все. Извини, я немного растерян. Понимаешь, если ты пришел с пригорода, то большой город поначалу может забрать у тебя многое. Но будь спокоен, ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь все устроено. Спасибо. Итак, это пятый этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением. Работаем с базами данных. Ну, знаешь, с компьютерами. Это здесь, в общем, здесь несколько офисов и зал совещаний. В конце находится туалет. Вот это же интересно. А это стол секретаря. Хотя ее в данный момент здесь нет. Здесь, все здесь заняты своим делом. Посмотри на того парня, например. На кого? На вот этого? Эй, партнер, позволь мне представить тебе пастер... Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу просто, чтобы выспаться. Ха-ха. Какой веселый парень. Давай со мной, покажи тебе наш офис. Тут хотя бы свет есть. Уже хорошо. И туалет выше. Здрасте. А, это он же. Я думал, кто-то новый. Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас он немного пуст, так как несколько сотрудников на больничном. Но... О! Видимо, не всех больничка забрала. Посмотрите, кто выбрался из своего убежища. Это еще одна наша коллега. Соса. Привет, я Пастернак. Мисс Соса. Да, явно заработалась. Или что она там делала, не знаю, с таким именем. Так вот. Ха-ха. Она поначалу может быть стеснительна, но стоит ей начать рассказывать свою историю, то ее уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. А возле Мисс Соса безопасно проходить? Здесь у нас кулер с водой. Важная деталь, связывающая весь офис. Не слишком научно просто. Бесплатная вода. Когда он пуст, кто-нибудь придет и наполнит ее. Хотя, это может занять некоторое время. Так, надо и здесь выкачать воду. А это краеугольный камень офиса. Кофейник. Мы готовим кофе в большом объеме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? О нет, совсем не осталось кофе. Бытует легенда, что этот офис является обителю темного существа, которое совсем не спит. Говорят, что оно только пьет свежий кофе и никогда-никогда не заваривает новую порцию. Верно, Соса? Я не буду ходить в том углу офиса. Итак, попытаешься ли ты соблазнить чудовище? Сварганев нам еще кофе. Я на это не подписывался. Контракт подписывал убить ведьму. Конечно, что надо сделать? Ну, сначала нам нужна вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Ну, вода у меня есть. Сейчас я вам скажу. Сейчас я выкачу остальное все. Хорошо. Окей. Годится. Теперь у меня 6 чашек воды. Сейчас проверю. Так, это все. Смотрите, сколько... Кто-то пришел, а сколько уже набрал полезных вещей. Даже есть что-то такое. Коробка хлопьев пустая. Штрих-код есть зато. Картридж нашел, между прочим. Для ксерокса. И какой-то бумажка, которая мне на голову упала. И 6 чашек воды. Уже можно увольняться, в принципе. Мы целое состоящее с вами заработали. Это ксероксин, пока ни к чему. Я не вижу здесь ничего интересного. Мне пока некому звонить. Здесь куча документов. Но нет ничего, что мне понадобится для приготовления кофе. Пусто. Соса прячется там иногда. Я понял. Будем стараться сосу обходить стороной. Это соединенный провод. Так может стоит его... Ладно, не будем. Здесь ничего нет. Вы получили один ломтик хлеба. Ну вот уже и на хлеб заработал себе. Так, а где же тут кофе? Я не пойду в тот... Этот... Угол. Там соса. Это мой стол. Не лезь сюда. У меня нет ничего, чтобы тебе пригодилось. Извини. А может быть... Там точно есть кофе. Так, подожди. А этот тогда чей стол? Вы получили шоколадный батончик. Похож на сникерс. Здесь ничего нет. Так, а ну давайте оббежим сосу стороной. Я не вижу здесь ничего интересного. Это плохо. Здесь что-то есть. Вы получили один пакетик растворимого кофе. Я знал, что его найду. Хьюга, я не уверен, что это сработает. Я нашел это в мусоре. О, все в порядке. Немного подуть и все будет в порядке. Я тоже так думаю, между прочим. Итак, раз ты добыл волшебный ингредиент, просто включи кофейник. Да с радостью. Вы хотите сводить кофе? Да. Вы получили одну кружку кофе. Кофе дает тебе более сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Вода нужна лишь души. Итак, я думаю, что я рассказала снова. Есть вопрос? В чем заключается моя работа? Ты правда хочешь начать работать? Ты ведь только пришел. Что-то ненормально, что ли? О, я только что понял, что забыл научить тебя основным принципам работы. Сиди тихо, пей кофе и не высовывайся, да? Ксерокс. Тебе понадобятся чернила и бумага, чтобы делать копии. Этот полностью функционален. Ты можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как квартальные показатели и рабочую документацию. Но признаем, что это задачи нижних этажей, не так ли? Мы на пятом этаже можем использовать этот восхитительный прибор ради веселых вещей. Например, чтобы скопировать задницу. Чью? Что? О, нет. О, боже, что за стороны офис? Какой ужас, я больше не подойду к этому ксероксу. Давай посмотрим, если мой жопопортрет вышел хорошо. Я думаю, что стоит сделать его двухсторонним. Давай, твоя очередь. Может, сначала сосу пропустим? Нет, спасибо. Давай, чувак, ты поймешь, насколько это весело. Стоит тебе разок так сделать, наверное, тебе не стоит делать туда задницей или ты стесняешься. Почему бы не попробовать с лицом? С лицом? Но ты только что сел туда задницей. Посмотрим. Ты что, реально туда лицом упадешь? Хоть нет, в нем кончилась бумага. Фух, пронесло. Ладно, жаль, возможно, в следующий раз. Нет, давай, чувак, ты единственная, с кем я могу вытворять такие вещи. Сосед трусиха и никогда не осмелится на это. Соседу будут и не только на это. Не могу поверить, что у нас нет бумаги вовсе, есть бумага с кейса. Ну, я нашел эту пустую бумагу на полу. Сработает? Конечно. Любая бумага сгодится. Важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла. Вы используете таинственный лист бумаги. Старик, это какая-то завлекала вас. Фотокопия души выполнена. Ты так прилип, странно, конечно. Ого, очень светло. Что произошло? Ведьмина бумага. Что? Ну, я вижу, что ты знаешь, как о себе позаботиться, Пастернак. Че? Лучше б я задницу сфотографировал. Итак, теперь в чем заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работу, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь распределит твои обязанности. Вот этим, что ли? Давай посмотрим, как это старье включается. О, не работает. Похоже, что нет электричества. Ну, тут вообще-то вилка валяется. Я попробую подсоединить его. Давай, попробуй. Отлично, запустили с ноги. Вам понадобится ID-карта, чтобы получить доступ. ID-карта? Надо позвонить кому-нибудь. Не, пока некому звонить. Проверил, нет ли тут сосы. Нету. Слышишь, где мне взять ID-карту? Хьюго, извини, что снова беспокоен. Мне нужна ID-карта для компьютера. А, верно. Обычно их отправляют в офис начальника. Я проверю, если уже твоя готова. И... Что мне... О! Телефон. Алло? Мистер Пастернак? Да, это я. Здравствуйте, я ваш начальник. Юга сказал мне, что у вас нет ID-карты. Похоже, это произошла какая-то административная ошибка. Приношу извинения. О, нет, все в порядке. Похоже, что они отправили вашу ID-карту в другой офис. Вы должны пойти в офис D, который находится на том же этаже, что и ваш. Офис D? Все понятно, спасибо. Хорошо. А может я посмотрю, что они там делают? Написан начальник, лучше его не беспокоить. Ладно. Ладно, пошли с Сосой еще пообщаемся, то мне-то с ней работать-то. Соса! Лучше ее не отвлекать. Что они там делают? Лучше ее не отвлекать. Ладно. Мне же лучше. Так, ладно, тут F, на мне FD. Там, кстати, кто-то вылез из вентиляции. А это что за F? Заперто. Хорошо, заперто так заперто. Здесь ничего нет. Сейчас меня обвинят воровстве, тут камеры. Вы получили один лист с ведьминой бумаги. Зачем? А, ведьмина бумага, это сохранение в игре. Ээээ, понятно, что это такое. Это как эти в президенте для печатной машинки. Тут не вот так игра сохраняется, оказывается. Понятно. А-а-а, серьезно. Так, тут опять что-то разбили. Ого, это слишком темно. Начинается. Так, туалет. Туалет, это хорошо. Стоит осмотреть. Здесь нет ничего интересного. Это кто смеялся. Я, наверное, пойду в другой туалет. Где тут женский туалет? Мне мужской не нравится туалет. Пойду в женский. Я думаю, женщины меня поймут. А тут больше нет никакого туалета. Блин, пойду посмотрю все-таки. Блин, вы слышали этот смех? Или мне пока... Охренеть просто. Соса, это ты? Я уже уволился, наверное. Прикольно. Это я так показал, что здесь есть живой человек. Здесь нет ничего интересного. Я не буду его это трогать. Интересное в последней кабинке. Вы получили шоколадный батончик. Неудивительно, что ты там нашел шоколадный батончик. В унитазе-то. Сейчас, теперь смотри, чтобы этот шоколадный батончик тебе не засунули куда-нибудь. Так, он тут сидит. Там написано не ходить. Сэр. Ой, простите меня. Ты хочешь попить моей воды? Нет, это им обычно соса занимается. Я просто ошибся дверью. Нет. Спасибо. Охренеть можно. Здесь заклинило, ее не открыть. Я не знаю, занимался ли кто-то-нибудь в этом здании уборкой в течение последних лет. Да тебя ж и наняли-то для этого. Мокрый пол. Ладно, побежали отсюда. Охренеть можно. Не буду пить твоей воды. Так, ладно. Что тут у нас? Я торгую автомат шоколадными батончиками. Он стоит 150. Я уже, кстати... Ой, шикарно. Скоро нас выбираю на еще что-нибудь. Не открывается. Так, это сектора. Это работник месяца. Это фотографии сотрудника месяца. На всех них юга. Это юга? Ты же девушка. Это фотографии с юга. Ладно. Не открывается. Что такое? Офис А. Понял. Офис Б. Заперто. Мне в офис Д. А я зашел не туда. По-моему, я нашел женский туалет. Девушка, извините. Что вас побеспокоило? Ну, у вас такая большая кабинка. Пойду я, наверное, в мужской. Офигеть можно. Я нашел женский туалет. Но там... Здесь страшнее, чем в мужском даже. Там кто-то хихикает и воды предлагает. А здесь... Сотрудница смотрит... На батончик. Большой. Пусто. Я думал, это кабинка. Это что у нас? Я мало что понимаю в этих таблицах. Но я бы сказал, что у компании были взлеты и падения. Да, последнее падение вот здесь вот. С мухами рядом. Здрасте. Что это? Это лошадиный помет. Эээ... Да? А почему вы на него смотрите? Извините, кто здесь лошадь? Если я только вас здесь вижу. Что это? Это лошадиный. Все, еще помет. Эээ... Давайте постоим вместе. Сейчас зайдет кто-то третий и скажет. Ё-моё, что они тут делают? В самом деле я пришел узнать, что она тут делает. А она пришла узнать, что здесь делает лошадиный помет. И вот так нас обвинили в том, что мы эту кучу миссий сделали. Да не может такого быть. Ладно, давай посмотрим поближе. Что это? Это лошадиный помет. Третий раз тебе говорю. Ладно, наслаждайтесь. Если что, там мужик воду предлагает в соседнем туалете. Может как-то совместить это все? Может у них вечеринка какая-то была? Ну, за занимателем он скажет. Так, что это такое? А что такое? А что вы закрылись-то? Диван блокирует две. Это диван. Возможно, я смогу его сдвинуть с пути. Офис D. Я сдвину. Тут лошадь, наверное, должна быть. А вот тут слишком темно. Эй. Что-то написано на полу. Что ловушка. Это не смешно. Включите свет. Где я? А, я здесь. Я думаю, меня уже убили. Ё-моё. Бешеный монитор. Все, они меня сейчас убьют. Вы получили одну содовую. А меня что, ранили? Охренеть. Так меня бьют просто нафиг. Подожди. Кто-то там плачет. Сколько вода восстанавливает здоровье. Вообще ничего. А как мне с ними бороться? Ну, мне бумажку надо подобрать ведьмину, кстати. Я не вижу здесь ничего интересного. Да не удивительно. Так, ну давай содовую хряпнем, раз она тут выпала. Пипец. Еда. Вообще ничего не восстанавливает. Ну, беги. Не знаю. Меня убили, что ли? Ё-моё. Это кто? Это этот же. На второй этаж пришел. Что ты у меня со здоровьем? Сейчас же убьют, к хренам. Не знаю. Мужик, что ты тут делаешь? Ты мне карту хочешь отдать, что ли? Привет. Ты знаешь, где выход? По-моему, нет. Боже мой, он привязан к стулу. Что здесь происходит? Я попробую тебя развязать. Потом. Старик, я тебя развяжу, ладно. Живи. Не получается. Да брось его нафиг. Я пока не уверен, что могу тебе помочь. Но возможно, между нами двумя... Мы сможем найти выход. В смысле, между нами двумя? Отсюда. Толкать тебя, что ли? Хе-хе-хе. Ха-ха. О, я нашел пакетик растворимого кофе. Не теряем зря мы... ...времени. Ладно, если что, у меня и щит. Старик, мы спасемся. Ну, я так точно. Ой, ешки, на трешке. Сейчас, сейчас монитор у нас попадет. Там вообще-то кофеварка, которая будет сейчас... Я не могу протолкнуть стул через эти провода. Они слишком спутаны, чтобы их подвинуть. Блин, так меня... А как мне... А как мне... Как тут вообще уворачиваться? Капец, меня сейчас уж убьют. Ну, давай батончик сажим. Да, он лучше всего восполняет. Ну, вот и пообедал батончиками с туалета. Ё-моё, а что ж... Может, блокировать как-то надо? Или... Вообще, управление какое вообще? Вообще, нас не обучили и драться. Каждый офисной работник должен знать, что будет... И что делать, когда на него нападет кофеварка? А-а-а... Надо не спешить. Не спешить надо. Блин, а я дурак. Столько... Столько ресурсов потратил, блин. Ёж-моёж. Вы получили шоколадный батон. Ну, хоть бы остановил. Эта картонная коробка выглядит достаточно прочной. Вы получили одну картонную коробку. Старик, а чем тебе поможет картонная коробка? Могу тебе надеть её на голову, чтобы он не видел всех этих ужасов. Ну, ладно, поехали обратно. Будешь моим светом. Не светой, а светом. А ну, давай в угол заедем. Тут ещё одна картонная коробка, кстати. Можем отправлять посылочки. Ой, ёшкин. Что это такое? Созверели все, что ли? Слушай, а может пошли вниз сходим, а? Старик, не ной, я тебя прошу. А, я тебя сюда не затолкаю. Провода, да? Провода. Пойди. Я думаю, я там что-то пропустил, интересно. Ладно, поехали. Поехали не ной, говорю. О-оу. А нет, всё нормально. Я вижу, ты немного испугался. Судя по жёлтой луже. Так, поехали. Мы выберемся, не волнуйся. Я так точно. Ну и где мы? Нормальное дело. Что, бумага, что ли? Все эти сложенные шкафы выглядят так, будто могут упасть в любой момент. Тут очень темно, я туда не пойду. Что-то темно. А, чувак, для чего нам здесь? Слушайте, я не могу вытолкать. Это надо только так выталкивать, потом обратно заталкивать. А что у нас тут за бумага висит? Она, стоять. Стоять, стоять, стоять. Ладно, поехали. Так, короче, я тебя заталкиваю. Не знаю, что, 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 что там у нас дальше надо делать. А, просто пройти надо. Так, ещё один ломтик хлеба. Помогите. Это ты написал, парень? Чепман, это ты же? Помогите мне. К нам бы кто помог. О, ё-моё, это сотрудники, да? Здесь нет ничего интересного. Как ничего? Столько людей висит, подвешенных за ногу. Ничего интересного. Вы получили 20 кредитов за любопытство. Спасибо. Там ещё, я думаю, что-то могло выпасть с этих прекрасных людей. Я не вижу здесь ничего интересного. Ещё 20 кредитов. Ну что, на бургер заработал себе уже сегодня. Ё-моё. Может, у него взять фонарик и оставить его в покое? Сотрудник что-то кричит тут у нас. Спокойнее. Я уверен, что где-то позади есть выход. Позади? Или впереди? Пакетик растворимого кофе. Ран. Беги. Ой. Может, сразу съесть что-нибудь, а? Интересно, сейчас на паузе, нет? Я не знаю. Может, кофейка шлёпнем? Мы так нас собирали. Ладно, давай пока ничего не будем трогать. Посмотрим. На стене что-то написано. Беги, зажмите shift. Куда бежать, если я без света никуда бежать не могу? Японский бублик. Нахренаж себе. А бублик-то реально японский. Что это было? Брайан. Я должен выбраться отсюда, как можно скорее. Брайан, сюда. Интересно, она открыта, она слишком высоко. Мне нужно помочь, если я хочу туда забраться. Чего? Чего? Давай коробки. Давай. Мне надо отсюда убираться. Фух, додумался. Хотя это ещё не... Не вариант. А ты можешь быстрее ползать? Ты музыку, что ли, отбиваешь на барабанах, пока ползёшь? Во псих. Всё, мы выбрались. О боже мой, что это было? Что происходит в этой компании? О-оу. Эй, ты. По-моему, соса нас увидела. По-моему, мне надо пойти выпить кофе. Охренеть. Кабинет. Дверь в кабинет начальника открыта. Тогда я тебе заскриню свой зад. О-оу, извините, лицо. Стоит ли мне сделать фотокопию своего лица с помощью ведьминой бумаги? Да, я думаю, стоит. Или нет? Можно я сварю кофе? Вода у меня есть. Тут она иногда наполняется. А нет. Тут ещё и не всегда она есть. Короче, лупи... Лупи... Кофе по полной, думаю. Всё. Так подожди, а соса что тут делал? Почему дверь открыта в кабинет начальника? Соса? Пожалуйста, нам надо позвать на помощь. Начальник. Начальник? Соса, удобное место работы. Пожалуйста, нам надо позвать на помощь. Начальник. Начальник? Пожалуйста, нам надо позвать на помощь. Начальник Ладно, все, позовем на помощь Я пошел, короче, сначала засейвили Снова в баню, заново все это переживать Потом пойдем посмотрим, что там с начальником Если Соса показывает палец и говорит Соса, начальник, значит, надо туда зайти Зайти и посмотреть Все, я делаю сохранение Это копия души выполнена У нас больше нет, кстати, бумаги Сохраняться надо тут очень аккуратно, судя по всему Ну что, такой у нас первый рабочий день Говорил я Брайану Пастернаку После того, как ты откажешься от контракта Едь домой Вот чем ты устроился, я не знаю Флайеры где-нибудь раздавал Чем попал, собственно, ват и подписал контракт, судя по всему, с самим дьяволом А потому, что происходит в этом офисе Ну, собственно, это обычно офис Все офисы подписали контракт с дьяволом Неудивительно, конечно Но придется работать Что нам остается-то, правильно? Ну все, друзья, спасибо всем, кто смотрел Пишите, что думаете по этому поводу С вами был Дмитрий, канал Шедвили Игровые меры Яписайко Будем с вами снова исследовать Все С меня хватит пока что на сегодня Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok